Здравствуйте! Вы смотрите новости МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сейчас коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она первой встречает гостей. Старые вывески, обшарпанные стены, глухие заборы. Так не должен выглядеть въезд в город, отмечает глава региона. Он уже давал задания предпринимателям позаботиться о своей территории. Время идет, а меняется мало. Это база компании Петропавловск-Норд. По вашей территории вообще никакие движения нет. Почему? Что могли сделать? Делали, потратили. Нет, этого недостаточно. Вы сегодня являетесь одним из основных перевозчиков по автобусам. Но то, что в таком состоянии ваша территория, я считаю, что это неправильно. Магазины Алхор и Волна тоже преобразятся. Для последнего уже заказали фасад. Скоро начнется стройка. А здесь она уже в самом разгаре. Рабочие в две смены возводят монолитный жилой дом на 192 квартиры. Приступили в декабре прошлого года. Сейчас подрядчик, компания Казградстроя, отстает по срокам на месяц. Первого сентября что у нас будет здесь? Полностью все коробки будут стоять. Облицованные кирпичом. 12 этажей, да? Да, 12 этажей. И будет все остеклено. График был утвержден в декабре. Финансирование пошло в апреле. Поэтому эти три месяца мы и сдвинем. Сейчас, да, работа идет слабже, чем хотелось бы. Ну, это, я думаю, не более недели. А неподалеку начинают строить девятиэтажку. Будет пять блоков. Жить в комплексе смогут 312 семей. К концу лета возведут первые три этажа. Все больше современных высоток и соцобъектов, все меньше ветхих бараков. Микрорайон Жасоркен ждет еще немало перемен. 648 домов снесено. Снесено, да. С учетом перспективы под больницу, под дома. Сколько домов примерно будет снесено? Где-то порядка 87, это минимум, под больницей. Теперь под школу около 60 домов. Жители этих домов забудут о печном отоплении и отсутствии системы канализации. Вместо старого дома они получат благоустроенную квартиру. Правда, только на вторичном рынке. Производя снос, мы фактически улучшаем и условия проживания для наших горожан. И вместе с тем строим вместо этого два с половиной, три раза больше квартир. Этот долгострой 10 лет портил внешний вид улицы Жамбыла. Теперь на его месте появится новый жилой комплекс и торговый центр. А у теннисного корта уже разбили небольшой парк. Порядок у здания навели, а как идет строительство? Полностью отмазка выполнена. Вокруг здания полностью. Тот вход мы поправили. Второй пожарный выход поправили. Сейчас ждем подъезд краски. Асфальт завершили внутри? Асфальт внутри завершили, 100%. Открытые корты тоже почти сделали. Укладывают испанское покрытие, скоро установят скамейки. Если погода позволит, 25 июля здесь уже можно будет играть, говорят строители. Украшением города станет и ресторан Ишим. От прежнего здания останутся только форма и балконы. Современные материалы – смелые решения. Сначала преобразится фасад, затем возьмутся за коридоры и зал. Территория позволяет сделать уникальное помещение. Нам нужны помещения вот такие очень сейчас современные. Место расположения очень удобное. Косметический ремонт в Ишиме периодически делают, а вот капитального здания не видела больше 30 лет. Высадят деревья, уложат рулонный газон. Отмечу, в следующем году упор в благоустройстве центральных улиц города сделают на озеленение. Александра Салмина, Желдузбек Ермуканов, Новости МТРК. Не знали, куда деть силу и испытали ее на остановке. Полицейские задержали молодых людей, которые разбили павильон. Все подробности в сюжете пресс-службы областного департамента внутренних дел. Обычный пятничный вечер не предвещал беды, но группа парней решила это исправить. Разбило стекло на остановке по улице Замбыло. На пульт 102 поступил звонок. Свидетели сообщили о факте вандализма. Оперативно прибывшему автопатрулю удалось задержать хулиганов. Нам поступил вызов от дежурного ЦОУ о том, что двое неизвестных разбили остановку по улице Жабаева на против дома 122. Прибыв на место, были задержаны два гражданина, которые оказывали сопротивление. В результате чего мы их задержали, доставили в городел. Почему возникло желание проверить силу на стекле остановки, 20-летний молодой человек внятно пояснить не смог. Получается мой друг поссорился с девушкой и из-за этого он разбил стекло. Мы в это время переходили дорогу и сотрудники полиции, как оказалось, они мимо проезжали и забрали нас. Собранный материал по этому делу направили в суд. За мелкое хулиганство юноше грозит штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. Это больше 12 тысяч тенге. Либо арест на 10 суток. Илья Кудряков при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Уважаемые телезрители, сообщаем, что МТРК возобновил трансляцию для пользователей цифрового телевидения IDTV. Подключение доступно в пакете региональных телеканалов Sol2Stack для пользователей всех тарифных планов. Сделать это можно с помощью кнопки меню на пульте приставки. За дополнительной информацией обращайтесь по номеру 160, звонок бесплатный. А мы продолжаем. Петропавловску в этом году исполняется 266 лет. Старт массовым гуляниям дали на Центральной площади. Там выступили лучшие творческие коллективы и ансамбли области. Как это было, расскажет Айгиря Мукашева. Культурная программа «Выходные дни» у петропавловцев насыщенная. Только закончили празднование 20-летия столицы, как наступил еще один день рождения нашего города. За 266 лет он из маленькой крепости превратился в красивый и современный областной центр. С днем рождения, любимый город! В этот день все стихи, песни и танцы посвящены Петропавловску, городу с многолетней историей и не менее перспективным будущим. С приветственным словом к петропавловцам обратился Аким Городом. От всей души поздравляю вас с Днем Города, с праздником, объединяющим всех горожан, независимо от возраста и профессии. Тех, кто родился в Петропавловске и тех, кто связал с ним судьбу. Процветанию наш город обязан прежде всего людям, которые ежедневно носят вклад в развитие Петропавловска. О себе они скромно говорят, мы просто делаем свою работу. Врачи, педагоги, стражи порядка, лучшим представителям этих и других профессий вручили благодарственные письма. Я очень доволен, что я не уехал из Петропавловска, когда я впервые приехал сюда после распределения. Прошло уже 46 лет. Несмотря на то, что я уже в солидном возрасте, я думаю, что я еще буду работать. Я буду заниматься спортом. Я буду вовлекать в спорт инвалидов. Я, знаете, с 1957 года. Поэтому он изменился вообще радикально. В то время даже многоэтажных домов не было. И естественно, что сейчас и в прошлое сравнить просто невозможно. Но тем не менее, и тогда мы любили свой город. После официальной части началась концертная программа. Выступают творческие коллективы области. Порадовал своим безупречным вокалом исполнитель эстрадных песен, финалист проекта «Хазахстан-даусы» Иса Али Мусаев. Я родился в селе Явлинка Есильского района. А когда поступил в колледж искусств, жил в Петропавловске. Этот город очень дорог мне. Где бы ни находился, я всегда с гордостью рассказываю о Петропавловске. От чистого сердца хочу поздравить горожан с этим замечательным праздником. Почти полвека живет в Петропавловске Бейбет Мустафина. Она стояла у истоков основания кардиоцентра. В город приехала по распределению. Развиваются все отрасли. Но мне ближе всего здравоохранение. Сегодня наша область может гордиться операциями на сердце, операциями на суставы, операциями на головной мозг, во все стороны. То есть все, что делается в лучших клиниках сегодня Астаны, делается в нашем городе Петропавловске. Петропавловск – город моей судьбы. Эта фраза не случайно стала девизом мероприятия. Сотни тысяч людей связали свою жизнь с областным центром. Столько эмоций, столько сегодня людей на площади. Всех поздравляю с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, долголетия. Желаю, чтобы город процветал. Супер, вообще шикарно. Самый лучший ансамбль Казахстан выступает на сцене. Мы рады, что присутствуем здесь на празднике. Айгири Мукашева, Дель Нуржанов, Новости МТРК. Волейбол, фестиваль красок и музыкальный опен-эйр. Такая развлекательная программа ждала североказахстанцев на берегу озера Пестрого Воскресенья. В атмосферу праздника окунулась и Дарья Пышмынцева. Развивающийся, красивый, не похожий ни на один другой. Все это о Петропавловске. Город с многолетней историей отмечает свой день рождения. Сотни североказахстанцев собрались в парке «Северная звезда» для того, чтобы посмотреть праздничный концерт и салют. А еще поиграть и развлечься. Какой пляж обойдется без сетки и мяча? Участвуют все желающие, все, кто прочитал в инстаграме, все, кто прочитал в интернете, все пришли сюда поиграть. В основном это учащиеся Дюсша, Виктория и Барс, дети, играющие 9 команд мужских и 4 команды женские. Чемпионат проходил по олимпийской системе, проиграл-вылетел. В команде два человека. От ловкости, скорости и силы удара зависит все. Так считают Ксения Шалькина и Екатерина Иванова. Они участницы областных и республиканских соревнований. В этом праздничном первенстве стали лучшими. Играли, воспитанницы играли. Я как тренер играла. Вот в своей воспитаннице мы победили. Просто веселились на площадке и получили драйв. А вот и фестиваль красок. Похоже, его больше всего ждала молодежь. Тысячи человек, вооружившись разноцветными пакетами, готовы вступить в бой. Я ждал фестиваль красок очень долго. Я пришел с друзьями. Здесь хорошо, весело. Краски разноцветные. Танцерт вообще нравится. Музыка хорошая. Танцевать круто. Пришел на фестиваль красок с друзьями. Настроение отличное. Долго ждал этот фестиваль. Все отлично проходит. Заканчивается трехдневный праздничный марафон на берегу озера Пестрово. Кто-то танцует под зажигательную музыку, кто-то еще купается, а некоторые устроили пикник на траве. День города здесь отмечают шумно и весело. Я поздравляю всех жителей Петропавловска с праздником. Всем здоровья, счастья, любви. Благополучно. Желаю, чтобы наш город все процветал, становился все лучше и лучше. Создали праздничную атмосферу и подарили северказахстанцам массу положительных эмоций. Звезды казахстанской эстрады, а также местные музыканты. Всех петропавловцев и гостей города поздравляю с этим замечательным праздником. Пусть Петропавловск растет и процветает. Я уверен, что у нашего города большое будущее. Кульминацией вечера стал праздничный салют. Сотни ярких вспышек залили светом всю танцевальную площадку. Около двух тысяч литров столько кумыса привезли со всех районов области на фестиваль Кумыс Фест. Зрители могли не только угоститься целебным напитком, но и посмотреть концертную программу «Иконный парад». Наша съемочная группа не смогла пропустить это событие. На площади перед театром имени Николая Погодина в этот день многолюдно. Сотни горожан пришли продегустировать кумыс и насладиться концертной программой. От имени Акима области гостей Кумыс Феста приветствовал Мадьяр Кужахмет. Первое домашнее лошади именно произошло в североказахстанском регионе здесь. Так что начало этого фестиваля, то, что оно проходит здесь, очень символично. Я думаю, дальше оно получит большее распространение. Затем начался конный карнавал. Больше десятка скакунов прошли по улицам Петропавловска. Следом за ними велосипедисты и люди в национальной одежде. Всего порядка 150 североказахстанцев. По словам организаторов, основная цель такого масштабного мероприятия – привлечь туристов в наш регион. Область посетили порядка 120 тысяч туристов, в том числе 8 тысяч – это город Петропавловск. И мы надеемся, что благодаря таким масштабным массовым мероприятиям мы тем самым увеличим и туристический поток. На Кумыс Фест привезли порядка 2000 литров кумыса, порядка 1000 килограмм баурсаков. В центре установили большой той-казан, в нем 150 литров кумысом. Им угощали всех желающих. Выставили свою продукцию североказахстанские ремесленники. Все это сопровождалось зажигательными песнями и танцами. Кумыс Фест проходит в нашем городе во второй раз. Традиционно в нем участвуют все районы области. Вот в таких юртах они накрывают столы и угощают всех желающих баурсаками, сладостями и, главное, кумысом. Что может быть лучше прохладного кумыса жарким летом? О полезных свойствах этого напитка наши предки узнали 5,5 тысяч лет назад. А сейчас кумыс знают и любят не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Приятного аппетита! Многолюдно у юрты Жамбылского района. Здесь не только угощают кумысом, но и рассказывают о его полезных свойствах и истории. К фестивалю они долго готовились. Привезли особые виды этого национального напитка. Мы привезли 60 литров кумыса. Бал кумыс – это с добавлением казы. Потом у нас есть кумыс с добавлением меда. Тай кумыс – это однодневный кумыс. И донин кумыс, который готовится 2-3 дня. Ну и еще беста кумыс – это который уже более 3-5 дней. С местной продукцией познакомились и гости из Жамбылского области. Больше 20 ребят приехали к нам в рамках акции по посещению сакральных мест Казахстана. Здесь они третий день. Посетили разные музеи, резиденции Аблахана и разные красивые места города. И теперь мы на фестивале Хумыс-фест. Здесь очень все, скажем, круто вышло. Нам очень понравилось. И все на высшем уровне. Спасибо вам за гостеприимство. Довольно остались и петропавловцы. Многие после дегустации покупали кумыс, чтобы дома угостить родных и друзей. Всего за пару часов все столы в юртах опустили. Кумыс очень мне нравится. Это полезный напиток. Кумыси, в принципе, я разбираюсь. Обошли, вот сейчас мы с сыном все районы. И выбрали вот именно Исильский район, потому что кумыс здесь более-менее вкусный. Все прекрасно, хорошо. Выставка везде, все хорошее вообще. Везде все красиво. Айгири Мукашев, Желтозбек Ермуканов, новости МТРК. Торговая марка «Три желания» заботится о своих клиентах. В рамках акции «Кухня мечты» и в честь дня рождения Петропавловска компания приготовила для гостей и жителей города настоящий праздник. Подробнее в следующем сюжете. В день города торговая марка «Три желания» приготовила для североказахстанцев насыщенную программу. Песни, танцы, конкурсы и, конечно же, призы. Будет интересно. В парке первого президента царит настоящая атмосфера праздника. 266-летие города петропавловцы встречают вместе с торговой маркой «Три желания». На рынке эта компания уже 60 лет. В ее линейке больше 200 видов продукции. Также на этом мероприятии делается анонс нашей акции, которая началась у нас с июня месяца и заканчивается 31 августа. Благодаря этой акции конкурсанты могут ежедневно выигрывать пополнение баланса, ежемесячно выигрывать бытовую технику. И в конце акции будет супер-приз «Кухня мечты» на миллион. Конкурс «Селфи» строительства Петропавловской крепости – испытания для финалистов. Все участники состязания получили призы от любимой торговой марки. Покупаю майонез «Три желания». Пришла праздновать день города. Выиграли, вот дали нам призы. Очень рада. Очень вкусный майонез, кетчуп. Все замечательно. Покупаем постоянно. Покупайте продукцию «Три желания». Нелегко дался конкурс строительства. Участвовало две команды – красный и зеленый. В каждой по пять человек. За 10 минут при помощи брусков, скотча, миниатюр, кетчупа и майонеза «Три желания» нужно было возвести прототип Петропавловской крепости. Надежду Красную уговорила участвовать в конкурсе девятилетняя дочь Венера. Сюда берем майонез «Три желания» и кепчуп. Да, нам нравится. Команда красных одержала победу. Участники получили в подарок продукцию торговой марки «Три желания». Также для гостей мероприятия организаторы приготовили угощение. А в перерывах между конкурсами звучали музыкальные композиции. С праздником, друзья! Здравствуй, страна, это мой Казахстан, здесь своя земля. Чтобы определить финалистов, победители двух конкурсов сразились в танцевальном поединке. Самых артистичных и выносливых ждало заключительное испытание. Они отгадывали загадки и отвечали на вопросы, связанные с Петропавловском и торговой маркой «Три желания». За каждый правильный ответ конкурсанты могли выбрать любой продукт компании. Победительницей стала Анастасия Аснач. Хорошо, что поучаствовала, выиграла фритюрницу. Очень рада. Больше таких акций в городе. Итоги акции «Кухня мечты», которую проводит торговая марка «Три желания», подведут 1 сентября. Награждение победителей и праздничный концерт будет проходить на центральной площади Петропавловска. Дарья Пашмынцева, Жолдовсбляк Ермуканов, Новости МТРК. Час борьбы со страхами. Премьера спектакля «Фобия» состоялась в Петропавловске. Непростую задачу сыграть пугающие эмоции поставили перед собой артисты школы танцев «Савансьер». Как работу оценили зрители, знает Ксения Куценко. В кромешной темноте в неизвестности всегда живут монстры. Они готовы утащить тебя в свое логово. Стоит только отвлечься или уснуть. Это нектофобия. Вот еще одна ситуация из жизни. Свадьба, радость, поздравления. А жениху в этот момент совсем не до веселья. В голове одна только мысль. Зачем мне все это? Это гомофобия. Клоуны, пауки, глубина, высота, замкнутое помещение. Мы все чего-нибудь боимся. Откуда возникает это чувство? Повелитель страха Фобос готов заставить трепетать любого. Танцевальный спектакль «Фобия» придумали руководители школы хореографии «Савансьер». Это четвертая театральная работа, для которой выбрали непростую социально значимую тему. Мы занимаемся спортивными танцами в нашей жизни. И поэтому хотим больше творчества внести. Старались мы не брать простые какие-то фобии, какие-то страхи. А попытались немножко взять такие, которые именно внутренние страхи человека, над которыми нужно подумать, которые нужно пережить. И посмотреть, как мы их можем преодолеть. Все это плоды нашей фантазии, прошлого негативного опыта. А потому побороть страх. Встретиться с ним лицом к лицу может только чистая душа, не знающая невзгод и неприятностей. Маленький ребенок. Только этой бесстрашной девочке удается побороть Фобоса. Каждый узнает на сцене свой страх. Атмосфера напряжения витает в зале. Спектакль оставил у зрителей разные эмоции. Понравилось мне, в принципе, все. Все как-то постепенно, постепенно все захватывалось. Я в восторге от всего спектакля. Ребята молодцы, танцевали. Ну, как бы неудачный, я думаю, момент. Не детский вот это, страхи эти все. Очень тронуло. В некоторых местах даже появлялись мурашки. И я открыла для себя несколько новых фобий. Ксения Куценко, Адиль Нуржанов. Новости МТРК. Выпуск продолжит короткая реклама. Оставайтесь с нами. Продолжение следует. Ксения Петровой представляет новое направление коррекционной работы. Виртуальная волшебная комната. Проекция живых анимаций и сенсорного оборудования оказывает релаксирующий эффект. Превращает комнату в настоящий волшебный мир. Помогает уменьшить внутреннюю тревожность, снимает стресс. Способствует улучшению памяти, внимания и воображения. Стимулирует развитие сенсорной чувствительности, а также помогает справиться с детскими страхами. Адрес Горького, 172, бывшая гостиница «Восход». Телефон 460873. Челлендж «Другой ты» завершился. На главной площади города в это воскресенье собрались представители разных ведомств для финальной зарядки. А в парке первого президента прошли состязания. Мой коллега Илья Кудряков стал свидетелем этой спортивной акции. Республиканский челлендж «Другой ты» подошел к концу. Он длился ровно три недели. Как говорят специалисты, привычка формируется именно столько. Главная задача акции – привить казахстанцам любовь к спорту. Показать, что здоровый образ жизни не только помогает поддерживать свое тело в хорошей физической форме, но и заряжает позитивом. Наша область отличилась большой активностью, а самые спортивные организации наградили почетными грамотами. Наша Северокостанская область приняла активное участие в данной акции и была отмечена как самая область, регион, который самое массовое количество привлек к занятиям физико-культурой и спортом. Все население Северокостанской области было очень активно вовлечено в эти тренировки. Принять участие в финальном челлендже пришли сотни человек. Среди них госслужащие, студенты и преподаватели СКГУ, полицейские и известные спортсмены. Под зажигательную музыку участники двигались гибко и синхронно, а руководила утренней зарядкой фитнес-тренер Светлана Селютина. Заряд бодрости и позитивное настроение у горожан остались на весь день. Эмоции, как видите, очень хорошие. Было очень приятно в таких мероприятиях выступать, показать себя. И все наши констанции видели, были все здоровы. Первый раз попробовала эту зарядку, мне очень понравилось. И, к сожалению, плохо, что уже закончился этот челлендж. И я хочу призвать всех жителей нашей области, нашего города, чтобы продолжали заниматься активно спортом. Очень радует то, что не то, что только одним, и получается, все население подхватило эту акцию, принимают активное участие. Это, во-первых, здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это здоровый человек. А для самых юных спортсменов в парке первого президента устроили городской турнир по футболу. Он проводится уже второй раз. Ребятам от 7 до 10 лет. Но мяч по полю гоняют не хуже профессионалов. Всего участвуют 6 команд. Две команды предоставляют специалисты детской и юношной спортивной школы «Женис». Одну команду предоставляет «Центр». И три команды предоставляет у нас городская детская спортивная школа по футболу. Побороться за звание сильнейшей городской команды решили воспитанники детской спортивной школы «Жастар». Они в красной форме. Тренировки и командная игра помогают добиться хороших результатов, считают юные футболисты. Я забил первый голевой гол. Мне дал голевую Алибеков Мадьяр. Ну, он мог забить. Я коснулся. Мы выигрываем пока что 1-0. Во втором тайме у нас есть шансы забить гол. И я думаю, либо ничья, либо мы выиграем. Юный футболист не ошибся. И их команда смогла выиграть это первенство. По итогам турнира лучших наградили дипломами и ценными призами. Илья Кудряков, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. Плюс три очка в копилку наших футболистов. В эту субботу Кызылжар СК на своем поле принимал клуб «Октобе». В конце первого тайма наши футболисты нарушают правила. Судья назначил 11-метровый. Антон Цирин пропустил этот гол. Зато уже на 65-й минуте кызылжарцы сравнивают счет. А на 74-й увеличивают отрыв. Итог встречи 2-1 в пользу Кызылжара. После этой победы с 18-ю очками наши футболисты занимают восьмую строчку турнирной таблицы. Следующий свой матч наша команда проведет на выезде 14 июля. Играть будут против уральского Акжаика. Они еще не умеют читать и писать, но уже мастерски забивают голы. Воспитанники детского футбольного клуба «Юниор» приняли участие в международном турнире «Дружба». Соревнования такого уровня в Петропавловске проходили впервые. Этим юным спортсменам всего по 5-6 лет. Ребята приехали из Омска, Астаны, Караганды и Кустаная. Всего 12 команд. За победу они боролись как настоящие чемпионы. Пока их кумиры бились за победу на чемпионате мира в России, юниоровцы показывали не менее зрелищный футбол. В младшей возрастной группе призерами стали Петропавловские и Карагандинские команды. А золото турнира «Дружба» увезли домой о мячи. На этом у меня все. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Прогноз погоды на вторник, 10 июля. Малооблачный дождь. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 23, днем плюс 30. Субтитры подогнал «Симон»!